Больше не подходи. Купер усыпится, держится за штаны. Совсем опупела девчонка. Вот это вот нравится кому-то, что привязывает к себе, а потом отбрыкивает, она кверх ногами лежит всю жизнь. Вон на кусту сидит. Мы сейчас идем посмотреть экскурсию. На стебле. Бобров. Иди сюда. Иди сюда. Дядя Сережа, возьми ее за руку. Это человек не вызывает даже нулевого доверия. Возьми. А ты иди сзади. Берли за руку, не отпускайся. Так, пошли. Посмотрим, какие деревья валит бобер. Как он живет дружно. Это строитель еще нормальный. Вот еще задавил его до них дальше. Вот такая баночка. Ну, сейчас не зря, ничего не зря. Вот это вот. Сделали банку. Сделали. Вот это трупы подстроили. Мы потом тяпки не найдем тут. Надо с собой брать. Да, найдем, найдем. Вон по баночке видно. По-то голову нажимаешь. О! Пошли. Просто я вчера ходил и рубил. Вот посмотри, какие деревья огромные. Это он их свалил губами. Вот я не знаю, думаю, воробью мы не завидуем, ласковь кукушке не завидуем. Единственное, кому он может позавидовать, это бобру. Это зубы у него такие. Сейчас все стоматологические кабинеты были бы сверх ногами. Его надо в лес взять, где мы деревья валим. Второе. Они строят плотины. Допустим, течет речка, ну, там вот так. Сантиметр тридцать. Она не слышит, я это не надо ничего. Да надо комаров отмахивать. Стой здесь. Я сказал, держать за руку. Проди вперед. Ну, почему вот такие небрежные-то? Будет она, не будет смотреть, это ее дело. Так, подальше. Речка течет, и речка широкая. 750 метров. А ты знаешь, что такое 750? Километр почти. Деревья, почти километр. И они ее перепрудили, это самое длинное. А как? Вода-то несет деревьев. А они большие валуны прямо под водой катят. А за валуны дальше пилят деревья. А которые между деревьями щель. Вот у нас вода протекает, мы ничего не могли сделать. А они ее там солому, траву, с глины замазывают. Плотину поднимают, и по плотине можно идти. И вода поднимается выше, они ее наращивают еще выше. И наконец они там живут. У них уже почти два метра. Там даже эксперимент показывали, что люди работали, плотину строили. И бобры. И бобры вперед успели, а эти в зиму вошли. Так и остановилась стройка у них. Это наблюдатели, которые люди смотрят. Бобер. Я их очень любил, потому что они такие труженики. У нас появились впервые. Но когда они начали грызть плотину, все. Это первые враги мои сейчас. И ничего нельзя сделать. А почему над нами смеются? Говорят, это бобер, это ценное мясо, ценный мех. А вы тюхтя, тюхтя, все. Ну что, могли бы там поработать. Они вот свалили, смотрите, с Володей работают. А дядя Володя пришел, отпилил готовые. Он его не валил, дерево. Вот они свалили, смотри, внизу. Ковры нету. А то у них пошло на первое, на второе, на третье. Мы посмотрим, где нора у них. Пойдемте. Если такая нора, то можно как-то человеку раскопать. А под водой как ты будешь копать? У него хвост, вот такой вот, как лепешка, вот такой вот. И он ему так рулем руководит. Вот посмотри, что делается. Так. Вот этот тополь свалили наши ребята. Ой. Осторожно тут. Вот они, смотрите, как они режут. Видишь, как? Зубами. Вот он как вырезал. Ой, 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 ой. Посмотри, как они режут его. Твой пальчик. Ее пальчик зуб-то один. Вот и зуб один, как пальчик ее, видишь? Дальше. Вот это свалили они дерево. Вот то свалили, вот то. Пойдемте дальше. Сколько же они деревьев тут свалили? Как он здесь с дубами валял? А вот смотрите, вот дерево, как он валил. Ну, какое здесь? Это примерно 25 сантиметров толщина. Посмотри, что сделал он как. Со всех сторон отпилил и уронил к себе домой. Не наверху. Он ждет, когда ветер подует. Он тогда быстро ту сторону подгребает, подгрызает и дерево падает. И он кричит, ребята. Налетай. Налетай. Поезд пришел с продуктами. Тут разъезд под стеклый. Посмотри, как он ловко сделал. И что потом они будут с ними делать с этим бревнами? А вот все эти деревья он повалил. А потом-то куда их? Ну, а хоть куда? Тут реки никакой. Они они не будут дольше трогать. Береза вот эти вот засыхает, потому что уровень воды поднялся. И мы на веточке и кору. Он самый основной. Дальше. Сейчас мы посмотрим еще круче. А вот смотри, дерево лежит. Видишь, нет? Видишь, он. Это сантиметров 20. А вон то дерево сантиметров 50. Он свалил какое-то. Гляди. Видишь? Да, да, да. Вот это я понимаю. А вот это сантиметров 65. Вот оно лежит. Гляди, как он съел. Повалил, съел и ушел. А он под нами. Мы сейчас разговариваем. Он прям под нами здесь. Вот у него норка идет. Вот она. Вот она нора пошла. Но под землей нора вход поднял. Там, потом выше. И там суха. И там бобрята. Их никто сюда не звал, не растерял. А вон отсюда подойдите. Посмотрите, вон, между ветками. Видите? Нет какой-нибудь грызь. Вот дерево. Гражданя. Видите? Не этот, который лежит. А который вон он. Ну, видно, видно. Как он его грохнул-то. Это ветла. Ветла, береза, дуб, ему разных лет. А вот это дерево мы оставили. Очень хорошая березка. Ее никогда не застанет засохнуть. Дальше, я думаю, не пойдем. А у них когда-нибудь зубы-то портятся? Нет, наоборот, каждый день нарастают. Он их растащивает, а они нарастают. Как у кролика, зайца. Я что сейчас сказал? Что сказал? Иди сюда. Про что я рассказывал? Что бобры грызут деревья и делают из них плотины. А зачем они их грызут? Для плотин. Домики делать. Тут-то плотин-то никаких нет. Питаются ими тоже. Домики делать. Домики, понятно. Но еще-то питаются ими. Да. Кора всю кору-то объели. Зачем они? Поесть. Поесть. А что у тебя нос-то сбитый? Упала? Она сильно упала, жестоко. Упала лукерия. Полетели только перья. Упала лукерия, полетели перья. Ну что, ребята? Я думаю, повернем назад. Дальше не пойдем. Там уже понятно. И до самого туда все они выгрызли. Березки, которые на берегу у нас есть, все попилили. Давай, Еж. Ну, бери, дядя Сережа, вперед ее. Берем инструмент и уходим. Домой? Ох, какое дерево растет, а! Замечательное. Так они, может, и до этого доберутся? Догрызут зимой. Летом у них травы хватает. Это они все делают зимой. Потом ночью, когда никого нету, а у них начинают третью смену работать. Бобры всегда в третью смену работают. И, главное, показывать за рубежом, специально лук такой стрелять, и они их стреляют. А я с одним по скайпу беседовал. Он говорит, что бобров хорошо уловит их на петли, на капканы. На петли? Да. Может быть и так. Он именно где они из воды выходят? Пробуем и не приехать к нам. Он на трех прудах-то поймал, боже? На четырех. Ну да. Шире дорогу. Мощите. Ой-ой-ой. Ага. Может, это репей. Еще себе. Во. Гигант. Ого-го-го. Вы что, забираю? Я их забираю? Забираю. Все. Тут баночки у нас. Рутовища. Мои, мои это. Я взяла. Давайте. Ну пошли. Пошли. Там у меня пора. Все, кинофильм закончен, можно выключать. Когда будет съемка-то пока сну. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...